Образование 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 Сейчас немного иная у нас тенденция. Семья должна играть важную роль в образовании ребенка, то есть уделять ребенку больше времени и проводить, то есть больше интересоваться жизнью школьника. Потому что я как сама, то есть мама, я очень часто встречаюсь на родительском собрании с той ситуацией, когда родители практически не занимаются ребенком и ходят в школу, не знаю, раз в год. Поэтому тут должно быть понимание. И что хочется сказать, по системе образования в высших учебных заведениях мне удалось несколько лет, так скажем, работать на кафедре. Я вынуждена это вас предупредить. Вот, и поэтому тут тоже надо как бы политику пересматривать. Как повысить статус школы, да? Я считаю, что первое, что надо для школы определить, это та программа, по которой будут обучаться дети. Потому что я еще раз как бы хочу подметить, что программ очень много, да? И для детей надо выбрать более такую программу, которая делала бы из детей, то есть чтобы дети понимали, зачем они ходят в школу, кто наш руководитель, кто президент. И, в общем, очень многие вопросы. И следующее я хочу отметить, это привлекание учителей с других регионов. То есть у вас, у нас, я скажу, что самая положительная черта, как бы, это море, да? Вот, и очень многие учителя с других регионов с удовольствием бы приехали и работали бы в школах, и обучали бы детей с Краснодарского края и города Сочи, когда предоставляются условия для работы. А те студенты, которые учатся на, так скажем, на государственной основе, они должны, то есть отрабатывать, как было раньше, да? То есть врач, закончивший, то есть академию, он ехал на три года в село и работал там, то есть делал все, да, и принимал роды, и там и взрослые, и дети, и все было, вот. И потом еще ребенок, когда поступает в ВУЗ, он должен, то есть это должно быть его желание, его искреннее желание идти на эту, так скажем, на профессию. Следующий ответ на вопрос Владимира Прокофьевича. Вот, уроки истории сокращаются в ВУЗах, что делать? То есть тут нужно подходить индивидуально к каждому ВУЗу, я считаю, да? Потому что когда ВУЗ у нас, допустим, право преподается, да, готовят юристов, да, к примеру, вот, то тогда тут просто необходимо, то есть оставить уроки истории, но каждый человек и даже врач, да, он должен знать свою историю. Вот, и здесь я считаю, что недопустимо, история должна оставаться, история это наше прошлое, которое формирует все наше будущее. Поэтому задача любого человека, так скажем, который идет в Думу, да, это вносить те желания и потребности людей, то есть общества, да, которые на данный момент стоят остро, да. То есть образование – это такая проблема, на которой можно разговаривать долго и много. И в первую очередь я хочу сказать большое спасибо своим учителям, тем учителям, которые начинали тот школы и до аспирантуры, с которыми я общалась, это великие люди, что я могу сказать. И нужны, конечно, нужны новые, так скажем, в образовании, да, то есть новые решения и перемены, которые, то есть изменят законодательство, всю политику образования. То есть, но, несмотря ни на что, я считаю, что у нас образование очень хорошее, и надо хотеть учиться и получать эти знания, и тогда это будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Аркадьевна.